Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Бутагоси Дахметова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Район Суд города Алматы продлил срок домашнего ареста главы Союза журналистов Казахстана Ситказы Матаева до 22 мая 2016 года. Напомню, что задержание Ситказы Матаева и его сына Осета Матаева, которого возглавляет информационное агентство Кастак, состоялось 22 февраля 2016 года в Национальном бюро по противодействию коррупции. Финансовые проверки в Национальном пресс-клубе и агентстве Кастак начались еще в январе. Власти подозревают Ситказы Матаева в многомиллионных хищениях, государственных денег и незаконной реконструкции здания Национального пресс-клуба в Алматы. А Осету Матаева инкриминируют многомиллионные хищения при выполнении государственно-информационного заказа. В частности, по данным антикоррупционной службы, в период с 2011 по 2015 годы фигуранты дела похитили более 300 миллионов тенге. Это примерно 850 тысяч долларов по нынешнему обменному курсу, выделенных на информационные продвижения государственной политики и размещения в печатных изданиях. В заявлении службы говорится, что 80 миллионов тенге были выделены комитетом информатизации, а 260 миллионов тенге – от казахтелекомом. Все эти деньги, цитирую, были обналичены и присвоены руководителям Национального пресс-клуба Матаевым Ситказы. В ответ Матаевой вышли с заявлением, в котором говорится, что Национальный пресс-клуб не участвовал в тендерах по информационному освещению государственной политики через СМИ и бюджетные средства через Комитет Казначейства Минфина, на его расчетный счет не поступал. Действительно, Кастак заключал договоры с Комитетом связи, информатизации и информации и полностью отсчитался за полученное и использованием по назначению средства. Здесь я хотела бы немного объяснить слушателям, что тендер – это в Казахстане не столько процесс рыночной конкуренции, сколько источник коррупции. Зачастую участие в тендере носит чисто символический характер, потому что выгодные заказы уже распределены между своими. Насколько грешен глава Союза журналистов, надеюсь, выявит честный суд. В его безгрешности не сомневаются журналисты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, выступившие в защиту сетказы Матаева. Европарламент призывает власти Казахстана прекратить преследовательных журналистов. Говорит Оксана Макушина, журналист на канонике EZ. Оксана, можно ли в нашей стране оставаться честным чиновнику, через которого проходят тендерные и прочие деньги? Я думаю, все наши чиновники находятся в определенной системе координат. И они все живут по определенным правилам. Собственно говоря, если у нас присутствует коррупция, и она стала уже неотъемлемой частью жизни, то я думаю, что очень сложно оставаться честным человеком. Тем более, что я неоднократно сталкивалась с тем, что когда человек себя ведет прилично, порядочно, то ему поступает такой месседж, что он не умеет жить. А однажды я вообще слышала, ну чисто это обывательски, но когда случаются штрафы, там гаишники берут, и люди у нас зачастую это, как принято говорить, разводят. И потом, после очередного такого факта, человек заявил, как бы мы жили без коррупции. Так что я считаю, что это уже настолько проникло в нашу жизнь, что я думаю, это априори уже есть. А тем более, когда замешаны какие-то большие деньги. Говорит Назира Даримбет, независимый журналист. Назира, как вы считаете, почему один из самых лояльных власти журналистов попался сегодня под каток правоохранительных органов? Ну, судя по всему, как разворачиваются события вокруг Светхаза Матаева, я думаю, все-таки здесь произошло то, что Матаев вдруг в одночасье стал неугоден кому-то внутри элиты. И здесь пошла уже как бы клановая разборка. Конечно, здесь, возможно, есть какие-то экономические обоснования, но это всего лишь повод. И он совсем имеет тут маленькое совсем место. И в этом деле, на мой взгляд, все-таки больше политики. И Матаев, который умел находить баланс между многими журналистами в журналистском сообществе, который умел находить баланс и внутри власти, и в обществе, вдруг стал таким, как бы, как вы сказали, по нему начали проходить с катком. То есть здесь очевидно, что идет вот эта вот внутриклановая разборка, и мы видим, что не каждого в этой стране, как говорил президент, можно взять и по справедливому обвинению повести в суд за руку. В этой стране, судя по всему, как разворачивают события, можно за руку отвезти тех, кто вдруг стал неугодным, перешел кому-то дорогу и, возможно, стал менее лояльным. Между тем, в сети выплыли фотографии из загородного дома сетказы Матаева, которые он выставил на продажу. Насколько эти фотографии реальны, уже не имеет значения, потому что в нашем государстве не ворует из казны только тот, кто не имеет доступа к кормушке. Так что, на мой взгляд, причина задержания самого лояльного власти журналиста, при этом самого опытного, я бы даже сказала, хитрого лиса, лежит вовсе не в плоскости его финансовых махинаций. Боюсь, все намного проще, кому-то он перешел дорогу. Слова Тамары Калеевой, президента Международного фонда защиты и свободы Адельсос, только подтверждают это предположение. Сетказы утверждают, что он невиновен, я ему верю. Также он отметил, что если они докажут, что есть недоплаты по налогам, он их оплатит, но они могли возникнуть из-за новых законов. Если бы в этом деле не были замешаны посторонние мотивы, интересы, счеты вышестоящих и нижестоящих должностных лиц, можно было надеяться на то, что судья полностью оправдает его. Здесь не может идти речи об объективности, так как в один день Матаеву предъявили хищение, уклонение от налогов и иск на здание нацпредсклуба, который якобы является опасным для населения. И мы живем в Казахстане, и мы знаем, в каком случае они появляются, когда есть незаконная задача уничтожить человека как общественного деятеля и журналиста. Конец цитаты. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии, или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была бы Торгоси Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на фейсбуке на нашей странице www.iwpr.net. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно. Продолжение следует...